Адвокатская палата Поэтому сейчас я перейду к голым цифрам, но они, наверное, вас тоже вдохновят, и вы поймете, что мы с вами все вместе делаем немалую и значительную работу. Я должна выполнить определенную функцию и довести до вас отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года. То есть за два года. Ревизионная комиссия в составе Свинцова, Герасимова, Жерновова, Залманова, Политила, Руденко, Умнова, в присутствии президента Федеральной палаты Пилипенко Юрия Сергеевича и главного бухгалтера Чубаровой, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации до период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Целями ревизии являются проверка полноты и правильности отражения денежных средств, поступающих из адвокатских палат субъектов Российской Федерации на общие нужды Федеральной палаты адвокатов, а также соответствие использования этих средств целевому назначению, проверка соответствия бухгалтерского учета Федеральной палаты адвокатов в действующем законодательстве Российской Федерации, выявление наличия либо отсутствия искажений в бухгалтерском учете и недостатки денежных средств, анализ хода исполнения сметы Федеральной палаты, утвержденный 8-м Всероссийским съездом адвокатов. Проверки были представлены следующие документы. Выписки из банка, платежные поручения, кассовая книга, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрата, первичные документы, ведомость учета основных средств, расчетно-платежные ведомости начисления выплаты заработной платы, бухгалтерская и налоговая отчетность, учетная политика. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованием Федерального закона о бухгалтерском учете номер 402, положением поведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, приказом Минфина России от 29 июля 1998 года номер 34Н в редакции от 11 апреля 2018 года и осуществляется с использованием компьютерной программы 1С предприятия 8-2. Организация ведения бухгалтерского учета в палате проводится в соответствии с положениями учетной политики. В ходе ревизии выявлено следующее. Бухгалтерская и налоговая отчетность достоверно во всех существенных отношениях отражает финансовое положение палаты на 31 декабря 2018 года. И результат ее деятельности за период 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. Все хозяйственные операции проводимые палаты оформляются соответствующими первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. В результате проверки кассовых и банковских документов искажений и недостачи денежных средств не обнаружено. Доходы формируются за счет отчисления адвокатских палат-субъектов Российской Федерации на общие нужды Федеральной палаты адвокатов. Всего за два года на расчетный счет Федеральной палаты адвокатов поступило 339 млн 201 тыс. рублей. Общий размер поступления обязательных отчислений адвокатских палат-субъектов Российской Федерации за два года составил 345 468 тыс. рублей, в том числе 6 258 тыс. путем зачета, что на 4 932 тыс. рублей меньше запланировано по смете. Это объясняется тем, что по состоянию на 31 декабря 2018 года образовалась дебиторская задолженность, поскольку оплата отчислений за декабрь 2018 года производится до 20 числа следующего месяца. Также поступления были запланированы из расчета 73 тыс. адвокатов, но фактически в течение двух лет оплата взносов производилась от меньшего количества адвокатов. Поступления отражаются на балансовом счете 76,86 и в аналитических таблицах по округам и палатам. Подавляющее большинство адвокатских палат-субъектов Российской Федерации добросовестно выполняют свои обязанности по отчислениям на общие нужды палаты федеральной. По состоянию на 31 декабря фактическая задолженность сроком свыше двух месяцев составляет 1 149 000. Структура задолженности отражена в прилагаемой справке о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года. Исполнение сметы Федеральной палаты, утвержденной Восьмым Всероссийским съездом адвокатом, по отдельным статьям расходов на 31 декабря отражено в аналитической справке, прилагаемой к настоящему отчету. В ревизионной комиссии установлено, что все расходы имеют обоснованный законный характер. Документально подтверждены и соответствуют основным целям и задачам ФПА. Общая сумма расходов за 2017-2018 годы составила 350 миллионов 516 тысяч рублей, из запланированных 350 миллионов 400 тысяч рублей. Увеличение расходования по смете составило всего 116 тысяч рублей, что несущественно. Расходы были произведены с учетом остатка на расчетном счете ФПА на 1 января 2017 года 5 миллионов 367 тысяч. По разделу первому сметы, где указано, у вас все сметы имеются, расходы по организации адвокатуры и содействию в профессиональной деятельности. Доходы за 2017-2018 годы составило 159 миллионов 396 тысяч, что превышает установленное Восьмым Всероссийским съездом адвокатом размер расходования данных средств на 6 миллионов 723 тысяч рублей. Так, увеличение расходования средств по статье «Координация деятельности адвокатских палат» раздела 1 обусловлено тем, что в 2017-2018 годах было проведено большое количество мероприятий. Конференция «Новые технологии правоприменения», 2-й Всероссийский конгресс молодых адвокатов и юристов парки-музея «Интемир» Калужской области, выездные заседания Совета ФПА, круглый стол российской адвокатуры государства сотрудничества и противостояния в городе Костроме, национальная премия в области адвокатуры и адвокатской деятельности, мероприятия, связанные с деятельностью комиссии по этике и стандартам, юбилейный вечер Генрия Марковича Резника в Центральном доме литераторов и другие. А также в 2017-2018 годах состоялось большое количество командировок и служебных поездок в регионы. Увеличение расходования по смете научно-исследовательской методологической законотворческой работы произошло в связи с привлечением в 2017-2018 году большого количества экспертов для подготовки заключений и аналитической работы. Внутри первого раздела также имело место увеличение расходования средств по статье «Работа со СМИ» на 2 миллиона 29 тысяч рублей, которые связаны с тем, что поступления от подписки на адвокатские издания, утвержденные Федеральной палатой, не покрывают затраты на их выпуск. Увеличение расходования по статье «Программное обеспечение» на 713 тысяч рублей произошло из-за предварительных расходов по запуску нового сайта ФПА. Незначительно увеличены расходы по статье «Канцелярские товары», расходные материалы для архтехники, полиграфические и хозяйственные расходы на 235 тысяч рублей. По разделу 2 сметы «Содержание и ремонт помещений» за 2017-2018 годы расходы составили 50 миллионов 258 тысяч рублей, что меньше установлено Восьмым Всероссийским съездом адвокатов по размеру расходов данных средств на 2 миллиона 202 тысяч рублей. Снижение расходов обусловлено тем, что потрачено меньше запланированных средств на текущий ремонт, а также неполным использованием отдельных арендных помещений за проверяемый период. По разделу 3 сметы «Расходы на приобретение и обслуживание основных средств» расходы произведены на сумму 7 миллионов 295 тысяч рублей, что превышает установленным Восьмым Всероссийским съездом размер на 495 тысяч рублей. Увеличение расходования обусловлено тем, что в 2018 году Федеральная палата приобрела сетевую систему хранения данных с дополнительным оборудованием для резервного копирования. По разделу 4 сметы Фонда выплат вознаграждения адвокатов за работу в органах палаты за 2017-2018 годы расходы составили 38 миллионов 181 тысяч рублей, что незначительно превышает установленным Восьмым Всероссийским съездом адвокатом размер расходования данных средств 37 миллионов 100 тысяч. Исполнение сметы доходов и расходов за два года осуществлено с учетом перераспределения средств по отдельным направлениям. Увеличение расходования по раздельным статьям произведено при одновременной экономии расходования средств по другим разделам статьям. Вот такой отчет вчера был составлен в ревизионной комиссии, подписан. Он обоснован и справка о дебиторской задолженности, остатком средств на начало года и такой же сметы, справка о зачетах и другими бухгалтерскими документами. Коллеги, какие будут предложения? Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии. Кто за, прошу голосовать, уважаемые коллеги. Спасибо, коллеги. Кто против утверждения отчета ревизионной комиссии? Кто воздержался? Все, решение принято. Да, вы против, спасибо, мы услышали. Один против, один воздержался. Да, спасибо, Надежда Николаевна, присаживайтесь. Продолжение следует...